Пассажирский самолет Як-42 Пассажирский самолет 7 сентября 2011 года под Ярославлем произошла самая страшная катастрофа в истории российского хоккея. Самолет Як-42 авиакомпании Як-Сервис должен был совершать международный чартерный рейс по маршруту Ярославль-Минск. На его борту была хоккейная команда «Локомотив». Самолет начал разбег. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Но полет длился всего несколько секунд. Лайнер только начал набирать высоту, как столкнулся с радиомаяком, после чего врезался в землю на берегу реки Туношной. На борту самолета находилось 45 человек, 37 пассажиров и 8 членов экипажа. В результате аварии погибло 44 человека и только один, бортинженер Александр Сизов, выжил. Александр Галимов скончался в больнице через 5 дней после крушения. Это фильм о команде, составленной из звезд и крепких трудяк, мировых легенд и ребят соседнего двора. Это фильм о прекрасных людях, самоотверженных спортсменах, талантливых тренерах и любящих отцов и мужей, жизнь которых так трагически оборвалась в один день. В 2 часа улетел самолет, но все, они улетели. Я думаю, что это они улетели, я их перекрестила, говорю, слава богу, потому что здесь движение было ужасно с тех самолетов в тот день. Вот, и я говорю, все, слава богу, улетели. Где-то полчетвертого, а здесь 15-ти племянница едет, она в том доме живет. Пойдемте кофейку попьемте, она ушла в этот момент. Потом мы вышли, идем у дрова, идет сосед. Да, он Саня. Он мне уже сказал, он мне ничего не сказал. Я села, поехала, я не могу понять, телефон у меня забрали. Ключи меня забрали, все забрали, не помню, кто приезжал, не помню, кто прибежал. Сказал он живой. Я, наверное, этот день вообще теперь не забуду никогда. Нас не было здесь, в арене, в офисе, потому что проходил форум. И я где-то дня за два до этого практически все свое рабочее место, весь свой офис вывез домой, для того, чтобы подготовить там часть материалов к сезону, над каким-то видео поработать. Первую половину дня, седьмого числа, я отработал, находился дома, и где-то вот около четырех мне стали поступать первые звонки. Честно говоря, я сначала не поверил, было непонятно, куда бежать из квартиры, для того, чтобы, ну, либо что-то узнать, либо кому-то помочь. Спокойный, обычный день. Все как всегда. Обычная суета. Одного ребенка собираешь с кружка, другого везешь на кружок. В то же время у нас на тренировке с собакой. Буквально вот поговорили, пока ехали, вот они шли в самолет. Проходит где-то, может быть, чуть больше часа, может быть, там, в районе двух часов. Мне начинают звонить люди и спрашивают, что случилось, что там происходит. А я вообще не в курсе была, что происходит и что как. И потом позвонила моя подружка. Это все в процессе, как я вот с ребенком еду с тренировки домой. Говорит, как, ты ничего не знаешь? Я говорю, а что случилось? Говорит, самолет разбился. Вот, и все. Дальше уже начались отсмотры. Дальше уже какая-то паника, не паника, погружение в там, поиски информации какой-то в соцсетях. Ну и когда увидели в списке тех, кто, собственно говоря, выжил на тот момент, повернули здесь и сказали, что все, извини. Так случилось? Папа среди выжил. Я ехал с тренировки, где-то там мимо проезжал. И описать ситуацию, это как бы сложно. И это было где-то полчетвертого, что ли, там. По набережной, к отраслевой набережной ехал там. И что-то так издалеке увидел дым прямо там. Ну, там видно, то есть в небе. Я не предал, может, что это ситуация. А потом через полчаса знакомые ребята там звонили. Что-то, какая-то произошла ситуация в аэропорту с командой. Никто не знал, что это такое. А потом уже через некоторое время начали звонить там. Ребята из ГАИ придут. Сказали, что-то там случилось с командой. Пока мы ничего не знали, точно достойно. Но потом через некоторое время сообщили. Произошла катастрофа по поводу выживших вообще. Что там, пока мы не знали ситуацию. Потом стали звонить коллеги из федеральных каналов. И стало понятно, что все плохо. И только где-то, наверное, около часов восьми вечера я вышел из дома. Мы вместе с моими друзьями, с коллегами поехали сначала в старый дворец, во дворец спорта-тропеда, чтобы понять вообще, какие наши дальнейшие действия. После этого были в арене. Здесь увидели сотни, я не знаю, тысячи, наверное, болельщиков. Да, не сотни, но тысячи, это сто процентов. И вечером, вот где-то часов, наверное, с десяти, с одиннадцати вечера я был в морге. Мы опознавали тела, помогали следователям, помогали МЧСовцам, которые успокаивали родных, близких. И плакать, и стоять с ним, ну, непонятная ситуация. Для меня было сложно. И накануне, тем более, я отъезда звонил Андрею Валерьевичу. И Сашке были разговаривать с ним утром. Поэтому он даже не понимал, это правда или неправда. То есть он не мог осознать. Не помню точно, но где-то в районе трех часов дня мы были в офисе. И мне позвонил по фейстайму мой сын Стив. Он был в Канаде, у него было раннее утро. Я предполагал, что он будет поздравлять меня с днем рождения, что он и сделал. Но в то же время он сказал, «Отец, проверь новости, произошла авиакатастрофа с хоккейной командой из России». Я не уверен, но говорят, что это самолет мистера МакКриммана. Стив настолько сильно уважал Брэда, что никогда не называл его Брэдом. Только мистер МакКримман. Хотя сыну на тот момент было уже 22 года. 7 сентября в Уфе проходил матч открытия нового сезона континентальной хоккейной лиги. На льду встречались местный Салават Юлаев и Атлант. На 15-й минуте первого периода игра была остановлена. На лед Уфа-арены вышел президент КХЛ Александр Медведев и объявил о гибели ярославской команды. Первое известие о том, что что-то случилось с самолетом. Потом надежда, что, может быть, все живы. Было такое известие. Потом сообщение, что выживших нет вообще. Ну и потому, что два пассажира, включая Галимова, боролись за жизнь. Эти перепады от надежды к безысходности. И я посчитал обязан выйти к болельщикам, которые многие не знали, хотя интернет уже работал активно в то время. И в интернете можно было узнать об этом. Но я посчитал своим долгом выйти к болельщикам и объявить о том, что произошло. Уважаемые друзья, у нас сегодня произошло страшное горе. При вылете из Ярославля на матч с Динамо-Минск разбился самолет с командой, тренерами, администраторами команды «Локомотив». По данным, имеющимся на сейчас, из 37 человек выжил пока один человек. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания. Спасибо. Никто этого речи не писал, естественно. Это ушло от сердца. И было очень трогательно, что как был полный стадион в Уфе, матч открытия, кубок открытия, сезона КХЛ. И люди с пониманием отнеслись к тому, что матча не будет сегодня. Тут какое-то было предчувствие. Вот вроде бы и солнце светило, знаешь, такое было хорошее погода. На том, что была Уфа и было начало сентября, солнце светило, мне еще такая зеленая куртка. Я говорю, была почему-то вся вода в зеленом цвете. Безумно. И вот тут уже начали приходить сообщения, звонки. Я кому-то звонила, узнавала. И я вначале не поверила. Я побежала. Но мы с Олегом Сопрыкиным так дружили как бы очень давно еще. Со времен, когда он только вернулся из НХЛ, когда мы там делали первые репортажи в 2004 году, в 2005 и так далее, когда эти локауты были. Я к нему почему-то побежала. Я говорю, ты представляешь, там самолет упал с локомотивом, там ребята разбились. Он говорит, ты что гонишь, что ли? Я говорю, ты с ума сошла, как я могу такое рассказывать? И все, я ему рассказала и убежала, потому что я понимала, что у нас сейчас там начнется... А уже в это время игра началась. Уже первые моменты происходили. И мы там, соответственно, с Матвеем Вознесенским, как раз наш шеф-редактор там на месте. Вот. Эта информация стала распространяться. И уже потом приняли решение остановить матч. И Александр Иванович узнал все эти детали. И, соответственно... И вот эта вот какая-то, знаешь, тишина такая гробовая, хотя еще никто ничего не знал, но она уже как-то нависла просто над... Вот все арены, я помню, это такое состояние. То есть все уже, видимо, как-то там, может быть, тоже через звонки, телефоны начали узнавать о случившейся трагедии. Но это было, конечно, такое, как снег на голову. Осознание пришло гораздо, конечно, позднее. Но вот эта вот большая-большая, так сказать, потеря и трагедия, она вот стала как... Да, накатываться вот с каждой просто минутой. Ужасное событие, которое сегодня произошло в России, связано с хоккейным клубом «Локомотив», с трагической гибелью. Такого количества молодых ребят, которые играли в этом клубе, работали в этом клубе. И, честно говоря, когда эта новость пришла в Уфу, здесь в этот день, в день начала четвертого сезона континентальной хоккейной лиги, день матча, открытия, всех эта новость просто поразила. Мы рыдали и мужчины, и женщины, и молодые, и пожилые. Это выражение, искреннее выражение горя, которое не сыграешь. И ни в каком фильме так не сыграешь. В Минск «Локомотив» отправился в статусе одного из фаворитов предстоящего Кубка Гагарина. На своем последнем пятизонном турнире в Латвии ярославцы не пропустили ни одной шайбы, проехавшись катком по всем соперникам. Ну, очень сильно смогли укомплектовать свой состав. Вот один из вратарей, кстати, с очень тяжелой судьбой, который оказался швец Лиев. И огромным трудом достиг таких, таких успехов. Он пришел в клуб. Нападающий Марак с помощью СССР пришел. Такое комплектование не только позволяло им надеяться, они были бы наверняка в числе соискателей Кубка Гагарина в том сезоне. Повлияло решение остаться еще на год состав команды, который собрался в «Локомотиве». Если бы такой команды не было, я уверена, он бы закончил. Потому что несколько раз перед этим разговаривали, что все, уже можно заканчивать, уже все хорошо, уже все замечательно. Вот. А его слова были примерно следующего содержания, что такой команды больше никогда не соберется, что это та команда, в которой хочется поиграть, ну и такой шанс зацепить медаль, потому что я не могу от него отказаться. То есть вот это было приоритетом. А его было бесполезно отговаривать. Тем более, когда человек говорит об этом так, что это его мечта и вот она сбывается, да, вот она сейчас сбудется, вот оно все прям здорово, замечательно. Что-то говорить против, это бесполезно. Это был бы не Саша. В том, что команда действительно созрела для чемпионства, что ребята горят с желанием выиграть Кубок Гагарина. Она действительно была у всех, я думаю, в клубе. По крайней мере, на начало сезона команда была такой звенящей и готовой к чемпионству. Ну, это после последней игры товарищи с Северсталем мы играли. Ну, там просто сильная команда. Просто, да, мы просто накрываем себе, мы просто что-то тут творим. Там отдал, отдал. Ну, против. Все с улыбочкой, все с... ну, против. Саша Юхин и иностранцы. Карл Рахунг он вообще такой, он же по-русски уже там пытался что-то тут-то тут-то там говорить. Ян Марек, он мне все время нравился, потому что мы его так про себя там называли Бабой Его и он такой, потому что у него нос такой был. Но при этом он такой и на льду все время, даже когда в сборную там ездил, он все время там в чешской своей манере все время там такой вот был тын-тын-тын такой вроде вредный но на самом деле все равно но такие позитивные ребята, которые действительно они вот такого хорошего огня придавали и коллективу, и игре, и вообще целому процессу игре. А Карл Рахунок это тоже вообще прям my love. Такой красивый, большой, и говорю, что он умел говорить, пытался говорить по-русски, вот это вот его старание. Опять-таки, когда там были сложные моменты, и никто не хотел вообще идти на интервью, то Карл отправляли, он там два-три предложения сложил. У этой команды подобрался интересный и, главное, суперталантливый тренерский штаб. Возглавил его один из сильнейших защитников в истории НХЛ Барет Макриман. Канадец никогда ранее не работал в КХЛ, а в Северной Америке долгое время был ассистентом. Помогал Майку Бэб, как и в Детройте, и Бабу Хартли в Атланте. В России же помощниками Макримана стали Александр Карповцев и Игорь Королёв. Молодые тренеры, имеющие за плечами опыт игры за океаном. Интересным очень тренером, обожающим, я вот с ним не раз общался, обожающим хоккей, который жил хоккеем, у которого не было ограничений. Он 24 на 7, как говорится, работал. У него было прозвище «Зверь». Если честно, я знаю его не только как тренера, но и как игрока. Когда я работал в юниорском хоккее, он был знаменитым защитником НХЛ. Он был королём по показателю полезности в Лиге. Наши дороги пересеклись в Атланта Трэшерс. Я был назначен главным тренером в разгар сезона, после которого менеджмент уволил всех помощников, так что мне нужны были новые ассистенты. Рэй Бург позвонил и сказал, «Вы получите абсолютно командного человека, прекрасную личность, хорошего работника, классного парня». Рэй ещё сказал, «У вас будет отличный союз, вы оба любите игру и любите учить». И действительно, у нас вместе получалось восхитительно. С первого собеседования я знал, что Брэд МакКриман будет не только частью моей команды, но и моим другом. Мы с утра до вечера были на арене. Мы недалеко жили друг от друга, так что даже иногда вместе ездили на тренировочный каток. Приезжали к 6-7.30 утра. Мы вместе просматривали много видео, готовились к тренировкам. Это было нашим страстным увлечением. Хоккей был нашей жизнью. Брэд в этом плане был таким же, как я. Не так часто даже среди тренеров-иностранцев попадаются люди, действительно фанаты своего дела. Брэд был именно таким. И так сложилось, мне кажется, в той команде, что все его окружение здесь в тренерском штабе, оно понимало и задачи, и методы работы Брэда. Я не скажу, что он был лояльным тренером, что он был мягким тренером. Напротив, на тренировках была достаточно жесткая дисциплина. Но если обратить внимание, среди его помощников не было ни одного иностранца. То есть он полностью доверился российским, русским специалистам. Да, там были и Карповцев, и Королев, которые много отыграли в НХЛ. Но тем не менее он понимал, что у русских, наверное, другой менталитет по сравнению с североамериканцами. И тоже старался вникнуть в ту культуру, в те рабочие отношения, которые в команде уже были. Просто интересовался, вот, допустим, у тебя семья, есть ли дети, там, на представлении команды, он же Кристина, он же ни с того ни с сего, ей пообещал в этот день ее взять на коньках покататься. То есть вот он, и вот он. А перед этим к нему Макрим, он подошел, и потом разговаривал с ним, он говорит, мама, он сказал, говорит, да ты мне свою дочь-то покажешь? Он говорит, конечно, покажу. И вот он Марине написал, Марина дала Кристиушу, и вот он с ней выехал просто так. Счастливый отец. И вот когда случилось, и к нам отец приезжал. Да, был отец. Да, он приезжал, и отец заехал к нам. То есть он ездил в туношную, потом его к нам привезли. Ну, отец рассказал, что он, ну, так, говорит, он... Русские парни охотники. Там разговаривали, да. Он, говорит, такой, говорит, этот... Ну, отец рассказал, говорит, он довольный был. Он сказал мне, я бы хотел стать главным тренером. Ты поможешь мне в этом? Я ответил, конечно. Мы были действительно близки. За несколько недель до авиакатастрофы Брэд вместе с локомотивом проводил сбор в Швейцарии. Это был мой первый год в Европе. Я был назначен главным тренером Цюрих Лайонс. Мы созвонились с Брэдом и договорились поужинать. Это была очень приятная встреча. Брэд был в предвкушении своего дебюта на посту главного тренера КХЛ. Брэд был великолепным человеком. Он хотел быть лучше всех. В этом локомотиве был идеальный сплав опыта и молодости. Взять того же Александра Вьюхина, который сезоном ранее стал первым номером в воротах по ходу плей-офф. И это в 38 лет. В сезоне 2011-2012 ему была уготовлена роль сменщика, обаятельного шведа Стефана Лива. Тот сезон должен был стать последним в карьере Вьюхина. Но в нем он так и не сыграл. Ресторанный бизнес не знала вообще, но верила Александру, поддерживала вот эти вот начинания. В любом случае, это была такая некая подготовка к завершению спортивной карьеры. И она на самом деле удалась, она получилась, потому что к тому моменту, когда Саша пописал контракт очередной с локомотивом, здесь уже пошли прибыли в ресторане, и можно было уже спокойно уходить из спорта. Идея была не столько ресторана, сколько пивоварни. Потому что, ну, любил он этот напиток очень сильно. Ну, не так, что прям вообще захлеб, а просто любил качественное пиво. И была идея сделать именно производство. А потом уже к этому производству добавился ресторан. Ну, вот так пошло. Это был вечный скандал. Потому что, когда он приезжал, мне хотелось, чтобы он проводил время со мной, а он погружался именно в ресторанную тематику. Я злилась неимоверно. Он очень увлекающийся был человек, поэтому он увлекся этой темой, наверное, так же, как в свое время увлекся спортом. Я думаю, что если бы он был жив, он бы придумал что-нибудь еще интереснее и развивал бы, может быть, в каком-то другом направлении, не знаю, может быть, спортивном. Он всегда обращал внимание на новые тенденции на какие-то. Все ловил. И все делал очень качественно для людей. Он вообще был очень такой редкий человек, который не то чтобы бесхитростный, но он всегда верил людям всем и старался, я не знаю, последнюю рубашку отдать для любого. То есть ему больше удовольствия приносило, когда он радует людей, нежели когда он что-то от них получает. Поэтому это его тема, да. Саша очень много собирал всего. Он прям свою такую личную коллекцию делал. У него было очень много программок, очень много игровых сетеров вот этих. Прям все-все-все собирал. Но что делать с ними, мне на тот момент было вообще непонятно. Вот они лежат, а лежат. Ну вот как они лежат? Они лежат как мемориал, да. Много же очень любителей именно, которые фанатеют по этой теме. То есть это прямо для них нужно-нужно, важно-важно. И в какой-то период я вот оставила одну маечку, его серебра, а остальные просто раздала. Мне сейчас говорят, ты зачем это сделала? Можно было бы, а что мне с ними делать? Он большой выдумщик. Вот он всегда что-то выдумывал, придумывал. Фантазер. Он иногда начинает какие-то истории рассказывать, и непонятно вообще, правда он говорит, или он там придумывался часто на ходу. Веришь ему, соглашаешься. Он такой, шутка. Поэтому с ним всегда было весело, с ним никогда не было скучно. Собственно говоря, этим, наверное, и зацепил. Болезненно было то, что я не могла постоянно находиться вместе с ним, ввиду того, что маленькие дети и младшие запретили менять климат. Мы рванули за ним в Новосибирск, сразу же ребенку исполнилось только 3 месяца, когда мы уехали. И там начались осложнения проблем по здоровью. Нам пришлось вернуться обратно в Омск. Поэтому постоянно с ним быть везде не могла. То есть так вот наездами, то мы приезжаем, то он приезжает. Но это уже какая-то кочевая жизнь. И, честно говоря, очень ждали, когда все это закончится, чтобы уже нормально, полноценно можно было в семье существовать. Завиду восхищалась девчонкам, которые вот они собрали все манатки, они вот собрали всех детей. Вот куда он, туда и я, собственно говоря. Поехали, уехали. Все, и мы тут живем. Все, в середине сезона, не в середине сезона. Никого не волновало никогда. Школа, не школа. То есть собрались и поехали. Вот это правильно. Вот так и должно было быть. Вот у меня так не получилось. Он очень быстро принимал решения. Причем он сначала интуитивно что-то делал, а потом только начинал уже включаться, то, что правильно он делает или нет. Реакция мгновенная на любые ситуации. Ты даже вот едешь вместе в машине, я не вижу эту ситуацию, он на нее уже среагировал. То есть вот такого плана были. Это вот, во-первых, во-вторых, у него было очень повышенное чувство ответственности. То есть он всегда считал себя последним рубежом, последней опорой, и он отвечал всегда не только за себя, а не соответственность за всех сразу же. Может быть, поэтому он, когда начал заниматься рестораном, он чувствовал себя ответственным за каждого человека, который здесь работает. Наверное, вот эти вот два основные качества. А все остальное там у всех хоккеистов таракан хватает. Нет, такого, чтобы он прям отключился-отключился, такого не было никогда, потому что любое поражение, даже если он был не виноват, всегда им воспринималось, как его собственная ошибка. Даже был такой прецедент, когда сыграли 0-0, он опять-таки сидит, я виновата, говорю, в чем надо было выйти и забить. Очень долго пересматривал. Все свои матчи всегда записывал. Всегда разбирал. Смотрел матчи соперников. Он очень долго во всем копался. То есть это была такая постоянная работа над собой, в том числе. Всегда начинал там раньше прецезонные подготовки. А долго, скажем так, на семье это не откладывалось. Он должен был все равно любое сопережение проработать, продумать. Его лучше было не трогать никогда в этот момент. А потом все, потом девчонки на шею повисли, и он наш. Субтитры создавал DimaTorzok Когда я только начала подготовку к этому фильму, то поняла, что очень хочу поговорить с родителями погибших ребят. Я нашла номер Саидгирея Галимова, но очень долго не могла себя заставить набрать его. Мне было страшно, потому что потерять своего ребенка в катастрофе это самое ужасное, что может быть в жизни. Но Саидгирея вместе с женой Еленой согласились со мной поговорить, вспомнить, каким был человек их сын, каким был игроком. Они пригласили меня в гости, а их дом находится всего в 10 минутах езды от места катастрофы. Он с маленького. Мы ходили, у нас корт был, ну, на улице, где мы жили. Ну, просто заливали сами. Этого коробку, и вот они. Ну, играли там. Команда была. Это в совхозе Новоселки. Ну, это в городе. Ну, вот совхоз. Там он начинал играть. Ну, как играть? Катался, так. Папа учил катать. А потом отдали. Потом торпеды отдали. Он пошел на год. Он был младше, а он пошел в 1984 год. А так-то он в 1985. Потом уже, потому что где-то еще не набирали так, мы его пораньше отдали. А потом уже он в 1985 уже со всеми ребятами. Я не знаю, сколько ему лет было тогда. Да, он просто сказал, пап, я все равно буду играть. Ну, то есть у него такой как-то вот он. Ну, может быть, конечно, не было у него проблем, если бы ему больше тренера доверяли в свое время во второй команде, когда он играл. Может быть, и дальше что-то бы пошло получше. Ну, ладно. Как не есть такие, да. Все, что не делается, все лучше оно может. Ну, если он сказал, так будет, так оно и будет. Если он сказал, я сделаю, он сделает так. Ему это вот как-то вот, если он захотел что-то, пусть он есть сейчас, через некоторое время, но оно будет у него. То есть такая вот черта у него. Ну, это папа. У нас было так, после игры он звонил папе. Прилетали, он звонил маме, там вот, допустим, все. Или там, конечно, ну, по времени как, если ездили, поболтать, а потом уже, ну, после тенировки он там позвонил, все нормально, все хорошо, мы приехали, все, 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 То есть, ну, такого у нас не было, что там вот, мы полностью общались. Карлуха сломала, он через неделю не играл. Я на это вообще. Нет. Он неделю не играл, Чего? Чего? Зубы скрутили, первый раз, не знаю, два раза ему челюсти сломали. Первый раз, даже титановый пластин, у нас не так вообще. Ты же там через трубочку питался. Ой, да, уже все. Это, смачало. Ну, скучилось все. А не знаешь, чем кормить? Это только йогурт, и трубочка все это. Ну, я еще хочу. Есть хочу. Я говорю, сын, ну, что я тебе, я уже не знаю, что тебе, кулинула, ну, лапшу там, он у меня уже тошнит от этого. И я говорю, давай я студент сделаю, может быть, это, ну, я студент стою, разбираю там это, он подходит, и он, а я так, вот, 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 мясо-то тоненькое, Еще, я говорю, давай, 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 я вот его кормила, вот, вопрос. Потом все равно, вообще, классика, говорит. У нас папа, нет, он так, он может, допустим, если он там забил, там, или чего, там, это, он говорит, ну, что, там, с победой, там, ну, там, руку, пожалуй, там, или постучал его, так, вот, бать, ты мне ничего не хочешь сказать, он, еще нормальная, игра была, хорошо поиграли, я говорю, ладно, сынка, молодец, красавчик сегодня, ну, там, я ему, значит, он, батя, когда ты хоть скажешь, там, ну, вот, ты помнишь, как тогда, плей-офф-то, когда играли тогда, в Казани, он первый раз тогда, когда они проиграли, и это ему язык тогда, финал, финал, он тогда сказал, сын, ладно, мы были лучшие. Сашку, вот, я из российского состава «Локомотива», больше всех очень любила, потому что в том плане, что он всегда, вот, был говорун, вот, Саша, говорю, он всегда, как бы не складывалась игра, он, Иваня такая, Ткаченко, они всегда, как бы, приходили, и всегда, вот, находили слова для того, чтобы помочь нашему телевизионному процессу, поэтому, это, конечно, ну, и потом уже я понимала, что, блин, они там, мои ровесники, господи, у них вся жизнь впереди, а так случилось. Я жила надеждой, то, что у меня ребенок, он сильный, он выживет, я думала, что он, что-то киво. Внучка была есть. Да, Кисюша с нами была, потом, приедет, и бабушка та забирала, она со мной была, вот так-то, в принципе, я одна здесь не была, постоянно со мной, кто-то там, он не утащил. Когда случилось, Саша, у меня, друзья, с Некрасовского, Вера, мне не звонил, я тоже, ну, я телевизор, честно сказать, не включала, потому что, что-то так, это тяжело было, сильно. Да, нет, ее уже нормально, наверное, не будет. Да, не будет, никогда уже. Ну, то есть, вы понимаете, одно, да, вот все, вот как вы живете, как, ну, вот так живем, потому что, ну, заживо никто нас не захоронит, правильно, это раз. Потом живем в памяти о сцене, это раз. Во-вторых, ему бы не понравилось, если бы мы там, что-то бы там, с собой что-то сделали, там, это два, а в-третьих, кто за ним будет ухаживать, за могилой, кто будет ухаживать, кроме нас. Пока мы живы, пока мы ползаем, пока мы что-то там делаем, мы приехали, поэтому мы вот этим и живем. А вот телефон нашли, три года спустя, Саша. В речке. В речке, в том, что три года спустя. Да, и с симкой все работает. Ребят нашел. Какие-то книжки мы сделали. Ну, просто было много всяких фотографий, грамоты у него, всякие вот эти дипломы, все там лучше, там, статьи вот, да, 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 что-то памятник, кто-то идет, полистает, посмотрим. Последние их, это сессии. А это со сборов, наверное, да? А это они швейцарии, да, швейцарии, да, вот они. Наравне с Сашей Галимовым, душой и сердцем того локомотива, был Ваня Ткаченко. Для него, тот сезон, должен был стать десятым, в составе клуба. Улыбчивый и открытый парень был одним из символов хоккейного Ярославля. На льду Ивана отличали бойцовские качества и несгибаемый характер. А еще он был человеком с большим сердцем. Рома и парень потрясающий, хоккеист Ткаченко, который поддерживал, никому об этом не рассказывая. И даже последний перевод сделал с борта взлетающего самолета по существу. Кого не спросишь, кто играл с этими ребятами, они рассказывают много интересного о том, какие это были характеры, какие интересные, веселые, настоящие люди были. Я сам занимался когда-то хоккеем и с тем же Ваней Ткаченко мы там с детства пересекались где-то на тренировках, потом наши пути расходились и сошлись снова в начале 2000-х годов, когда я стал работать в журналистике, он продолжал играть. Я был наслышан о том, что он помогает, и мы неоднократно говорили об этом. не с точки зрения его какого-то бахвальства, а напротив, наверное, он немножко стеснялся этого, но он рассказывал про ребят, которым именно он помогал, которых знал лично. Если честно, даже не знал. Но он не афишировал, я считаю, что это очень сильный характер, когда, ну, зачем афишировать это дело от сердца. Вот я тогда знал только после гибели, и меня, конечно, это поразило. В общем, я делал. в честь и хвала ему. То есть молодец Ваня. В этом плане он настоящий человек, непорядочный. Ну, он и в жизни такой был порядочный. Ну, и так было. И такие вещи очень надолго запоминаются. Когда там я про Ваню Токаченко узнала, то, конечно, была... Ну, я узнала нового Ивана, потому что он, хоть и все равно у него образ такой был очень благородный, очень такой добрый, светлый, такие большие, большущие глаза, хотя он такой характерный. То есть я помню моменты, когда там что-то не получалось, и он прям злился. Ну, я имею в виду во время интервью, он там прям злился, это прям было видно. Ну, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что в хоккей играть там бесхарактерному мужчине, парню, очень сложно. Он больших, наверное, успехов не добьется. 10 лет прошло с того момента, как молодежная сборная России выиграла чемпионат мира в Баффало. С тех пор ни одной нашей молодежки не удавалось повторить тот успех. Кто-то из той команды стал большой звездой НХЛ. Артемий Панарин, Евгений Кузнецов, Владимир Тарасенко. Кто-то до сих пор играет в КХЛ или высшей лиге. И только карьера двух игроков оборвалась слишком рано. Юрий Урочев и Даниил Собченко внесли огромный вклад в ту победу. Особенно победу над Канадой. А если положим корпус, Никита, а если забьем, Никита! Никита Двореченский! Все, посмотрите, посмотрите. Канадцы передавали этот гейм полностью, потому что это не музыкально. Там есть выбитые зубы, там есть смешные лица. Троящий мужской характер. Вы поняли эту сию? Не важно. Я тебя, Вира, мама! Я тебя, Вира! Изменила ли победа? Не знаю. Возможно, с точки зрения спортивной уверенности, наглости, наверное, да. Но, опять же, я скажу, что я этих ребят знал еще с молодежки, с молодежной командой. Они выделялись, они выделялись своими лидерскими качествами. Не зря они попали в основной состав в 18-19 лет. И по тому сезону я даже скажу, что, наверное, Даня Собченко, он действительно сделал классный шаг вперед, потому что нападение было очень сильное. И защита-то была, в общем, там и Руслан Салей, и Карлис, с Крастинш. Но Юру я, наверное, не настолько прочувствовал. От Собченко чувствую, там, конкуренция со стороны Вашечка, там, Марка, других ребят. Он действительно был заряжен на то, чтобы выдать классный сезон. Мальчишка, он родом с Украины, поэтому чувство юмора всегда присутствовало. Какое-то даже, может быть, немножко одесское. И позже, уже после трагедии, я познакомился с его родителями, естественно, с младшим братом. И я понимал, что это идет из семьи, что вот такое жизнерадостное отношение к жизни и стремление никогда не унывать и с улыбкой воспринимать трудности, это было заложено от родителей, наверное. В начале пути было, ну, хорошие игроки, талантливые игроки, хорошие ребята. Ну, сложно, как бы, описать. Они еще только становились, вот. И хорошо, что на пути там попался, там, Петр Ильич, который воспитывал, в общем, давал хорошую базу, закладывал. Да, они все жизнерадостные и улыбались, то есть там не было такие какие-то заносчивые там. Естественно, они все, ребята, были талантливые и от бога, то есть у каждого сильные стороны были, конечно, и слабые, но ребята были с характером, интересные, все по-своему. Жалко терять таких игроков и, самое главное, ребят. на несколько дней весь хоккейный мир и вся страна впали в состояние шока. И даже сегодня, оказываясь на арене локомотива, возле мемориала в Туношне, на Леонтьевском кладбище, ноги не могут задержать слез. Тот локомотив помнят спустя 10 лет. Да, я даже сейчас говорю, хотя 10 лет прошло, а все равно возвращаешься как бы моментами к тем людям, как ты их видишь живыми, а потом ты понимаешь, что их больше нет. Да, и чем больше, да, соответственно, мне приходилось там работать, тем больше я как раз вот в это осознание того, что на самом деле произошло, я как бы понимала, то есть я понимала, что все, вот нет целой команды, вот просто вот нет, эти люди были и нету их, то есть это и кому горло подступало, мне приходилось, конечно, себя там собирать, договаривать, рассказывать, я понимала, что это моя функция в данный момент и я не могу как бы там уйти в какой-то этот самый в слезы, в плач, в истерику, я вот это вот все в себе держала, единственное, потом, когда, соответственно, там прощание на третий день получается, я не смогла поехать. Фактически весь Ярославль как бы в шоке был, конечно, все, кто плакал, кто переживал, кто там, не знаю, свечки ставил, то есть, ну, ситуация была такая очень тяжелая, наверное, большинство из тех, кто будет смотреть этот фильм, они понимают, что такое горечь утраты и когда ты теряешь близкого человека, ты стараешься все сделать для того, чтобы как-то и память, воздать должное его памяти, наверное, сделать все для него в последний момент, так же и здесь было, это не была работа, это были какие-то такие личные сопереживания, личные мотивы что-то сделать. Многие, я как-то считаю, что я вот в тот день 7 сентября, наверное, похоронил там четыре десятка своих друзей. Там не надо было опять никому ничего не навязывать и не нужно было согласовывать инициативу. Люди искренне, включая вот то, о чем вы говорите, выступили и потом, впоследствии, когда «Локомотив» не играл и помню очень хорошо матч ветеранский, который мы организовали почти год спустя, и когда великие игроки прошлого и настоящего начали играть в этом матче, и была такая полная тишина. И только звуки ударов клюшек по шайбам или столкновения у бортов раздавались в пустом, казалось бы, в пустом. Заль, который был полный, не было ни одного свободного места. Но потом вот для того, чтобы подтвердить продолжение жизни, это так выглядело для меня, что люди стали аплодировать удачным моментом, голам, и матч закончился овациями. Это было не победителю того матча, а это было в память о «Локомотиве». Оно было началось сначала, но тяжело было, конечно, выходить, стоять, смотреть на арену, когда тут портреты ребят, то есть флаги, то есть сама обстановка была такая тяжелая. Тяжелее всего приходилось Юрию Яковлеву. Президент «Локомотива» не только потерял команду, которую собирал годами, но и должен был найти в себе силы, чтобы возродить ее, но уже в другом виде. Так что первоочередная задача наша сейчас позаботиться о близких, о семьях погибших, проводить достойно ребят последний путь. Вторая задача – создать, восстановить команду соответствующего уровня, планка которой погибшая команда. для этого нужно время, для этого нам нужны люди. Юрий Яковлев один из долгожителей нашего хоккея. И я с ним познакомился, когда сначала пришел в СКА, потом возглавил кандидатального хоккея. мы часто с ним спорили. И наличие разнообразия мнений – это один из залогов развития. И он всегда очень страстно отставил свою точку зрения. Но в те дни он ходил, как говорится, чернее черного. для него это была потеря его семьи. Даже как и для меня локомотив был частью нашей кахеловской семьи. И тем более, что насколько я знаю, он планировал лететь с командой в этот день. каким-то делам не полетел. И я думаю, что очень тяжело было ему пережить. Это было видно по нему и, честно говоря, беспокойство даже охватывало, чтобы он смог пережить это. Но потом он нашел себе силы. Через год локомотив вернулся в КХЛ. А еще через четыре молодежная команда ярославцев выиграла Кубок Харламова. Это был первый трофей для города после трагедии. Главным тренером ЛОКа был Дмитрий Красоткин. Я хотел это говорить, да. Все понимали, что через первую команду, вообще за первую команду, первое чемпионство вообще, которое седьмом, второе, третье, мы, к сожалению, не выиграли на выезде. А здесь дома выиграть Кубок Харлама первый раз молодежи, это было вообще почетно, приятно. дворец болельщиков поддерживали, радовались все. Писуем, было удовольствие, счастье. Бог наградил, наверное, за старание, что в честь, там, хотел сказать, в честь первой команды ребят, вообще посчитал как неправильно, может. Ну, это нормально. Зайти в эту раздевалку, наверное, было тяжеловато, и здесь я, наверное, самые теплые слова благодарности хочу сказать тем ребятам, которые приехали в самые первые дни сюда возрождать команду, тот же Даня Апальков, Олег Яшин, Егор Яковлев, мы до сих пор поддерживаем хорошие отношения, можно сказать, дружеские отношения, я знаю, что я к ним могу обратиться в любой момент с каким-то вопросом или с просьбой, точно так же они мне звонят и с персоналом клуба, да, и Миль Галимов то же самое, но вот эти ребята дали нам веру в то, что действительно можно здесь оставить эти традиции и заново собрать команду, которая будет претендовать на высокие места, и как-то в тот момент, наверное, немножко прошло переосмысление хоккея, работы, что кубки кубками, но есть люди, которые действительно играют, которые живут этой игрой, для которых это больше, чем просто 60 минут на площадке, а это вот такое, ну, фактически семейное, что ли, взаимодействие, взаимопонимание. Чтобы принять новую жизнь, мне кажется, она только сейчас у меня начинается, и то не совсем, потому что мне очень много задают вопрос, почему ты занимаешься фондом, там, зачем у вас столько мероприятий, ты не зарабатываешь, ты тратишь, ну, зачем тебе это нужно? для меня, это своеобразный долг перед ним, то есть, это дань памяти его, потому что он очень много сделал для меня в этой жизни, и такое ощущение, что он до сих пор продолжает обо мне как-то заботиться, потому что приходят какие-то люди случайные, вот, которые нужны в нужный момент, происходят какие-то события, которые должны произойти, и, как говорят, случайности не случайные, вот у меня до сих пор ощущение, что, ну, кто-то подруливает маленько, вот, а, к такой более-менее реальной жизни меня вернул опять-таки Олег, потому что он меня спросил сначала, сколько тебе нужно времени, чтобы прийти из себя, я назвала какой-то вот срок, я уже не помню, помню, что он прошел, а он звонит мне, говорит, ты где? он говорит, дома, почему? у нас планерка, я говорю, я не приду, говорит, мы с себя не начинаем, и вот они сидели принципиально отправился на машину, вот, и принципиально как бы он меня силком, скажем так, втащил в жизнь, понимая, что если я не буду чем-то заниматься, то я, наверное, с ума сойду, я не то, чтобы решала заниматься благотворительностью фонда, у меня таких мыслей не было на первом этапе, когда сыграли матч памяти на следующий год после трагедии, ребята, хоккеисты, собрали мне достаточно крупную сумму денег, и мне было настолько неудобно ее взять, что хотелось ее отдать куда-то, вот, на доброе дело, он говорит, хорошо, вот мы тебе это отдаем, на доброе дело, не вопрос, организовали фонд, помогли тут же, говорит, распоряжайся, куда хочешь, туда и трайд, вот, так, собственно говоря, и зародился фонд, я вообще не знала, что с ним делать первое время, абсолютно не знала, то есть, мне было желание побыстрее куда-нибудь эти деньги всем тут раздать, вот, сейчас я понимаю уже цены с каждой копейки, которая там есть, а у меня было прям желание навязчиво избавиться от них побыстрее. Герои нашего фильма нашли в себе силы жить дальше, они многое сделали за эти 10 лет, в том числе в память о погибших коллегах, друзьях, мужьях, сыновьях, они продолжили работать в клубе, занялись благотворительностью, делали все для развития российского хоккея, но все они так и живут с этой болью, которая никогда уже не исчезнет. Ну, допустим, людям нам, которые там знали людей поверхностно, тяжело, я представлю, насколько тяжело там быть матерям, потому что, в первую очередь, там, допустим, я как сама мама, я, допустим, никогда не понимала, у меня все время мама говорила, там, я куда-то уезжала, она говорила, я говорю, мам, да что ты переживаешь, там все будет нормально, все будет хорошо, она говорит, ты станешь матерью, ты поймешь. И поэтому, когда вот случилось вот это с ребятами, с хоккеистами, ну, тогда-то я еще не была матерью, это уже потом пришло, я имею в виду, вот это вот ощущение уже, когда я вот даже сейчас то есть я уже думаю даже не о чувствах там их детей или там их жен, потому что это как бы немножко другое, я не думаю о чувствах матерей, которые потеряли своих сыновей, потому что для любого взрослого человека там умереть раньше своего ребенка, это, ну, наоборот, в смысле, что когда ребенок умирает раньше тебя, это, мне кажется, вообще огромнейшее горе, и я знаю как бы людей, которые действительно всегда, ну, не всегда, а очень сильно переживают это, и вот дай бог им как такой силы и найти света в жизни, чтобы понимать, что, ну, что случилось, как то случилось, нужно просто вот жить дальше и хранить эту память, поэтому я говорю, что, глядя на все мемориалы, я думаю, насколько каждый раз вот людям, которые потеряли своих родных, своих сыночков, им тяжело. На перчатках для самолета, что сами, перчатку отдали вот эту, мы поехали следствием и как раз там, и вот это там сказали, короче, она в пакете была, она, кажется, рванная была, Саша, или ее зашивала, один была в пакете, пожалуйста, это Саша, но это Саша Вичкина, да, это вот он, с хорошим томом, получается, шарфик, тройки, он в Чикаго. Да, прикольно. Время, конечно, летит быстро, 10 лет прошло, но боль от этой трагедии, от этой незаживающей раны, она никуда не делась, и острота этой боли никуда не уходит, потому что, неважно, видишь ты локомотив на льду, или просто встречаешь кого-то из знакомых, которые играли в локомотиве, либо играют в локомотиве, то сразу вот это ужасное чувство потери, оно подходит, как вы сказали, горло, перехватывает горло. Сейчас уже, да, я постоянно ждала, что вот он, там ворота откроются, там собаки начинают лоять, машина подъехала, а там Саша, ну у нас собаки по-разному ловит, когда вот он тот подъезжал, допустим, очень начинала визжать, просто она визжала, она слабая белая, она просто там, и сейчас уже, то есть, уже голова немножко соображает, что... Да нет, нет. Да, мы ждем в душе, мы каждый там момент, где-то чего-то, ну уже понимаешь, уже начинаешь немножко понимать, что это реально, это уже все, это не вернуть, и больше никогда мы не увидим. Как о нем можно забыть, если я вот практически каждый день нахожусь в этом, и каждый день, да, мы его склоняем, ну имя с мыслей, и фонт, и мысли, и дела. Вот, он постоянно где-то тут, я не знаю, где-то со мной. Когда-нибудь, Локомотив обязательно выиграет кубок Гагарина, и нетрудно предсказать, кому будет посвящена эта победа. Команде, которая так и не стала золотой, но навечно вошла в историю. Мы будем помнить ее всегда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok